Здравствуйте, меня зовут Шмакова Елена, я профессиональная парильщица, специалист по ладкам и правкам для здоровья, мастер обрядовых баничек и организатор женских бань. Сегодня мы находимся в банном комплексе Купала и будем говорить о том, как приятно и полезно провести баничку в осенний период. Осенью люди возвращаются из отпусков к своей работе и, конечно, им хочется продлить немножко свое летнее состояние и сохранить в себя свои силы на долгую зиму, поддержать свой иммунитет, отбросить лишние проблемы в клубах ароматного пара и под душистыми вениками. В баньке за счет прогрева пара и возможного использования ароматов дыхательная система получает большую поддержку, очищается организм от всевозможных токсинов и продуктов обмена и получает хорошую защиту. За счет использования теплого влажного воздуха в парилке можно хорошо прогреться, постимулировать иммунитет и любая ароматерапия действует намного лучше. Добрый день! Добрый день! Сегодня наша баня будет немножечко другая, в прошлый раз мы говорили про мягкое женское парение, а сегодня мы будем делать баню с акцентом на оздоровление, ну и конечно на удовольствие тоже. Для оздоровления хорошо использовать травы с лечебными эффектами, хорошо идет пихта, хорошо работает липа, смородина, малина, чабрец, таволга. Вот в этом прекрасном нашем мешочке мы сделаем отвар и выльем его потом в наш чан. Придя в баню, не надо сразу заходить в парилку. Вначале нужно немножечко адаптироваться, побыть в температуре, побыть в этой влажности минут 10-15. Потом хорошо бы принять легкий душ и уже в этом состоянии заходить в парилочку. Первый прогрев лучше всего делать непродолжительным. По комфорту. Самая лучшая поза для прогрева это лежа, тогда все тело находится в одной температурной зоне. Если вы хотите прогреть хорошенечко ножки, то приподнимите их повыше. После первого захода желательно выйти и ополоснуться, и обязательно попить отвара воды. В бане между заходами в парилочку нужно пить обязательно теплое питье. И однозначно это не алкоголь. Самый лучший выбор это квасы, морсы, всевозможные узвары или отвары трав. Если мы хотим поработать над своим иммунитетом или при простудных заболеваниях, есть смысл использовать те травы, которые помогают именно в этих целях. Сегодня у нас будет чай из медуницы. Это прекрасное растение с медовым вкусом, которое помогает от кашля. Малинка. Лист малины вообще прекрасное средство, всегда в народе использовали для лечения простудных заболеваний, так же, как и ягоды. Душица отлично повышает и настроение, очень вкусно пахнет. И при этом полезна для органов дыхания. И, наверное, такой рекордсмен при простудных заболеваниях это липа. Цвет липы, чудесный и тоже очень ароматный и душистый. Плюс мы в этот отвар добавим сегодня ягодки. В осенний сезон ягодки могут быть свежие, прекрасные и вкусные. Калина, малина, черноплодная рябина, обычная рябина. Любые ягоды, которые вы найдете, будут очень полезны. А так же брусника очень хорошо или клюква. Второй заход может быть побольше и уже с использованием веника. Мы сегодня будем использовать и березовый веник, и, конечно, можжевеловый для повышения иммунитета. Можжевеловый веничек можно так же не только прохлопывать, но и периодически вдыхать его поры, поднося его к лицу. После этого захода можно полежать, отдохнуть, завернувшись в простыню. Также попить или приступить к массажу, самомассажу, либо принять дополнительные оздоровительные процедуры. В нашем случае это чан с отваром и иммунными апельсинами. Мыться в бане стоит в самом конце, после того, как вы уже не будете заходить в парилку. И для мытья сегодня мы будем использовать прекрасный мыльно-веничный массаж. Эта процедура очень расслабляет, наполняет энергией и очищает. Осень – это прекрасная пора, в том числе и для бани. В череде осенних дней обязательно выберите для себя время, сходите, погрейтесь, попарьтесь, получите удовольствие. Защитите себя на долгий-долгий сезон зимы. Ходите в баньку не только правильно, но и с удовольствием, и с эндорфинчиками. Эндорфины – это гормоны удовольствия, которые повышают наш иммунитет. Поэтому откладывайте все заботы, убирайте телефоны, не думайте о работе, не думайте о делах. Просто парьтесь на здоровье.